Вы смотрите программу Календарь, полезную и познавательную. Мы продолжаем знакомить вас с яркими датами и событиями, которыми отмечен этот день в истории. И сейчас самое время достать из кустов рояль. Из кустов рояль? Ты шутишь? Во-первых, у нас здесь нет кустов, как ты заметила. А во-вторых, при чем здесь рояль? Ну, потому что сегодня день рождения человека, который прославил этот инструмент. 15 февраля в 1797 году на свет появился Генри Стейн Уэй, краснодеревщик и музыкальный мастер. Говорят, что свой первый инструмент он собрал на кухне и подарил жене. А затем основал компанию по производству рояля, которая сделала его знаменитым во всем мире. Рояль, конечно, инструмент королевский, но вот будущее, считает мастер из Ростова-на-Дону Валентин Шкандыбин, совсем за другой музыкой. Он своими руками создает редкие инструменты, а свою музыку называет не иначе, как звукотерапией. Прикоснулся к прекрасному и наш корреспондент. Варганы, сякухати, диджериду, эти и другие древние инструменты умеет создавать мастер, коллекционер и педагог Валентин Шкандыбин из Ростова-на-Дону. А потом с удовольствием учит играть на них своих последователей всех возрастов. У Валентина нет специального музыкального образования. Графический дизайнер по профессии, он пришел к музыке через ремесло. Долгое время занимался резьбой по дереву, поэтому, когда однажды увидел древнюю свирель и захотел ее создать, сложностей не возникло. А инструмент австралийских аборигенов диджериду Валентин увидел в видеоклипе. На его создание мастеру пришлось потратить несколько месяцев. Если говорить о конструкции, она достаточно простая. Это просто труба. Но у нее идет расчет, ведь дело же в резонансе. Не любая труба будет звучать красиво. Среди экспонатов его коллекции – поющие чаши из Непала и валдайские колокола. Чтобы научиться играть на этих инструментах, Валентину пришлось пройти школу православных звонарей. Впрочем, у Шкандыбина есть и более необычные инструменты. Это японская флейта, которая называется Сякухади. Она шумит подобно ветру. Глубокий долгий звук успокаивает душу и сердце. Раньше с помощью таких звуков призывали духов природы. Но самый любимый инструмент Шкандыбина – древняя окарина. На этой необычной свистульке играли славянские племена и даже итальянцы. На своих мастер-классах Валентин учит тому, как играть на окарине и создавать ее своими руками. Одна окарина, на нее уходит где-то недели полторы-две. Но если большая окарина, уходит где-то около месяца. Ну, это с сушкой, со всеми процессами. То есть сушка – это же тоже. Ее нужно достать, дать возможность подышать, потом опять спрятать. Потому что если взять, слепить и сразу положить, она лопнет. Слепить окарину – дело нескольких часов. Гораздо сложнее сделать ее так, чтобы она звучала. Маленькие отверстия и толщина керамического корпуса измеряются исключительно на глаз. У настоящего мастера даже сырая окарина будет звучать. И чем больше она высыхает, тем звук становится выше и красивее, унося слушателей в далекое прошлое, полное загадок и тайн. Редактор субтитров А.Семкин